Ученые всего мира настойчиво пророчат землянам неутешительное будущее. В топе апокалиптических прогнозов глобальное потепление и как результат повышение уровня мирового океана. Но существует и противоположная опасность – осушение всех морей, существующих на планете. Это может произойти, например, в результате глобальной катастрофы. Никому не нужно объяснять, что случится с человечеством, если океаны высохнут. Но интересно другое. Что мы увидим на их дне? Потерянную Атлантиду, скелеты фантастических тварей, колоссальные монументы. Представим, что моря, как в библейской легенде, вдруг расступились и явили нам свое дно, миллионами лет скрытое под толщей воды. Первое, что приходит на ум – это старинные галеоны, доверху набитые сокровищами пирата Дрейка и прочих лихих флебустьеров. Безусловно, этого добра на дне хватает. В разные периоды истории происходило множество войн, и когда схватки переносились на морскую гладь, корабли неизбежно тонули, и далеко не все из них извлекались на сушу. Но что еще, помимо проржавевших тел огромных субмарин, до зубов вооруженных крейсеров и шустрых эсминцев, мы увидим на дне океана. Для начала обратимся к рукотворным объектам, статуям, монументам и городам. Вы удивитесь, но Атлантида далеко не единственная в этом списке. Древнегреческий город Павла Петри, ушедший под воду около пяти тысяч лет назад, тому подтверждение. Его обнаружили в 60-х годах прошлого века, и если бы прямо сейчас океаническая вода, скрывающая руины от человеческих глаз, схлынула, то мы бы увидели отлично сохранившиеся здания, основания разрушенных скульптур и колонн, и даже дороги. Практически то же самое можно сказать и о подводном индийском городе Дварка, когда-то упоминавшемся в легендарном эпосе Махабхарата. Археологи обнаружили затонувший полис в начале 21 века, и это стало сенсацией мирового масштаба. Но корабли и города только начало. Что еще мы сможем увидеть, если океаны исчезнут? Переместимся к японскому острову Йонагуни, ведь именно там находится одноименный мегалит, полностью скрытый водами Японского моря. Внешне он отдаленно напоминает громадную пирамиду Майя со ступенями и каменными террасами. Происхождение артефакта неизвестно, но его уже окрестили Японской Атлантидой. Только представьте, внушительный объект размером 60 на 50 метров спрятан на дне Тихого океана на глубине примерно 30 метров. За время своего нахождения под водой пирамиду практически полностью покрыли кораллы, поэтому поначалу сооружение приняли за природный мегалит или подводную скалу. Однако по мере изучения таинственной глыбы открывались все новые подробности, опровергающие первоначальную теорию. На поверхности пирамиды были обнаружены лестницы, ворота, каналы и даже петроглифы. Есть ли еще где-то подобные объекты, находящиеся под водой? Чтобы закрыть вопрос с подводными статуями, стоит упомянуть Христа из бездны. Сравнительно небольшая каменная фигура находится на дне Лигурийского моря и является наиболее популярным объектом для дайверов в этой локации. Но если бы океанические воды отступили, мы все смогли бы полюбоваться этим произведением искусства. Однако не будем задерживаться, ведь впереди нас ждет еще очень много потрясающих открытий. Пора обратить внимание на природные объекты аномалии. Привет любителям сталкера, скрывающимся в океаническом чреве. Что может быть более таинственным в этом смысле, чем Бермудский треугольник? Если бы океаны расступились, мы бы наконец поняли, в чем состоит феномен этой аномалии. Или разочаровались бы, узнав, что значение Бермудского треугольника слишком преувеличено. Ведь, скорее всего, под водами Атлантического океана, в частности, Саргассово море, где находится это гибельное место, нет никаких сущностей из параллельной вселенной, активно похищающих пассажиров проплывающих кораблей. А вот, чтобы мы точно увидели при осушении этой локации, так это огромное количество мелей и рифов, в которых чаще всего и разбиваются суда. Кроме того, вероятно, обнаружили бы источники выбросов ядовитого метана. Но это не точно. Если слухи о смертоносности Бермудского треугольника сильно переоценены, то пески Гудвина представляют реальную опасность для навигации. И они обязательно предстали бы перед нашими взорами после высыхания океанических вод. Эти глобальные отмели находятся в южной части Северного моря, неподалеку от пролива Па-де-Кале. Они расположены на полосе длиной 16 километров. Когда периодически предпринимались попытки бурения песков Гудвина, обнаружилось, что они перенасыщены остатками погибших за несколько веков кораблей. Этот песчаный хамелеон, однажды поймав плавсредство, постепенно засасывает его и разламывает пополам. Говорят, что раньше это был остров, но он давно затонул. И только когда океаны расступятся, мы увидим песчаную громаду, именуемую Пожирателем кораблей. Признайтесь, когда прозвучал вопрос об исчезновении океанов, вы первым делом подумали о Марианской впадине? Действительно ли она такой глубины? Кто живет внутри этой адской воронки? Есть ли там какие-либо сооружения, принадлежащие гению человеческих рук? Конечно, если бы вода полностью высохла, все это проступило бы наружу. И на пока что риторические вопросы нашлись бы ответы. Однако Марианская впадина с ее впечатляющими масштабами меркнет по сравнению с срединно-океаническим хребтом. Его габариты – страшный сон мегалофоба. Хребет высотой до 3000 метров протянулся на 80 000 километров по всему дну Мирового океана. Таким образом, под водой находится тираническая горная система, опоясывающая весь земной шар. Она состоит из нескольких срединно-океанических хребтов. Если бы вода схлынула, то мы бы увидели эту систему, и она бы была очень похожа на те горы, что мы наблюдаем на Земле сейчас. Срединно-океанический хребет – своеобразный шрам на теле нашей планеты, появление которого спровоцировано систематическими движениями тектонических плит. Именно этот процесс вызывает к жизни подводные вулканы, сели, оползни и землетрясения, поднимающие на поверхность смертоносные цунами, уносящие сотни тысяч жизней. Но на одном из участков громадной структуры есть уникальное место. Мы обязательно увидели бы его, не будь этот затерянный город покрыт толстым водным панцирем. Потрясающую локацию дайвера обнаружили в 2000 году, и она до сих пор будоражит ученые умы. Затерянный город – условное название, поскольку на самом деле это просторное гидротермальное поле, состоящее из призрачных башен высотой до 60 метров. Это не что иное, как земная мантия, сотни тысяч лет назад вырвавшаяся на поверхность и превратившаяся от постоянного контакта с морской водой в громадные сталактиты. За это время здесь сформировался собственный биом, который, естественно, погиб, если бы океаны внезапно отступили. Подводные источники поминутно извергают невероятное количество различных горячих газов, что абсолютно не пугает улиток, бактерий и ракообразных. Эта подводная экосистема, по мнению некоторых специалистов, очень похожа на ту, которая предположительно царит на некоторых спутниках Юпитера или Сатурна. Например, Европе или Энцеладе. Хотя, если хорошо подумать, наша Земля без воды тоже будет мало напоминать прежний гостеприимный дом человечества. Если океаны высохнут, а мир превратится в безводную пустыню, то мы увидим на дне не только погибшие корабли, но и давно умерших животных. Их скелеты могут довольно долго находиться под толщей воды, если, конечно, не будут кем-то съедены. Да и остальные обитатели, например, Марианского жёлоба, без привычной среды долго не проживут. Поэтому, если мы хотим увидеть экзотического бочка глаза, плащеносную акулу или иглорота, придётся поторопиться. Кстати, получается, чтобы полностью осушить мировой океан, нужно опустить его уровень на 11 километров, ровно на глубину Марианской впадины. Хотя, кто знает, может быть, современные сканеры со временем обнаружат ещё более глубокие места. Вы можете задать вполне логичный вопрос. Откуда мы, собственно, знаем, что и где мы можем увидеть, если вода исчезнет? На данный момент имеется много инструментов для подводного сканирования и гидролокации, а также программы компьютерного моделирования, основанные на реальных фактах о мировом океане. Поэтому доподлинно известно, где именно и в каком состоянии находится легендарный «Титаник», а также большинство кораблей и подлодок, затонувших во время кровопролитных боёв. На десерт расскажем о ещё одном объекте невероятных размеров, предположительно скрытым под толщей океана, а конкретнее – в Мексиканском заливе. О его нахождении там, по мнению океанологов и геологов, свидетельствует наличие карстовых воронок, образующих некий контур, напоминающий кратер. Воронка, вероятно, была оставлена падением крупного небесного тела. И это недосужие вымыслы. В 2016 году, пробурив дно Мексиканского залива, специалисты обнаружили расплавленные породы, что ещё раз подтвердило эту гипотезу. Что могло оставить кратер такого чудовищного размера? Может быть, тот самый астероид, который одномоментно уничтожил динозавров? Тем более, что геологи косвенными методами определили возраст кратера – 66 миллионов лет. Если что, динозавры исчезли примерно в этот период. Другими словами, Мировой океан, помимо прочего, скрывает важнейшие сведения об истории нашей планеты. Как же мы можем докопаться до истины? В буквальном смысле этого слова, ведь кратер находится не только под водой, но и частично под землёй. Правда, для начала придётся осушить Мексиканский залив, после чего убрать со дна толстые слои осадочных пород. И только после этого нам откроется объект, который не видела ни одно живое существо на планете. Кратер километровой глубины и диаметра не менее 200 километров. Сама история откроет нам свои тайны, и мы, наконец, поймём истинные масштабы катастрофы, произошедшие многие миллионы лет тому назад. Предположительно, взрыв был такой силой, что на тысячу километров вокруг погибло всё живое. Поднялись цунами километровой высоты, сметая всё на своём пути. На земле воцарилась ночь, и на полтора десятка лет пришла смертоносная зима, убившая тех, кто каким-то чудом остался жив. В этом же Мексиканском заливе, если его осушить, мы увидим также сотни нефтяных вышек, постепенно поднимающихся из воды, как грибы после дождя, а также тысячи километров труб и интернет-кабелей. Впрочем, последних хватает на дне Мирового океана, в принципе, а не только в Мексиканском заливе. Дело в том, что во избежание повреждений их очень часто прокладывают на дне морей. Такой себе информационный шёлковый путь, через который ежесекундно проходят петабайты ценных сведений, касающихся банковской, политической, образовательной, медицинской и прочих систем жизнеобеспечения обитателей планеты Земля. Страшно даже подумать, что какое-то катастрофическое событие может внезапно и надолго прервать течение этих информационных рек. Наиболее впечатляющую паутину интернет-кабелей мы бы увидели, если бы осушили китайские моря. Там же, на морском дне, находится и специфическая техника, прокладывающая провода в земной толще под водой. Учитывая всё увиденное и услышанное, хотели бы вы осушить океаны и посмотреть, что они веками прячут от нас? Наверное, каждый ответил бы на этот вопрос утвердительно, если бы такие действия не несли прямого риска для жизни. Поэтому пока придётся удовлетвориться компьютерным сканированием дна, а также изысканиями дайверов. И даже действуя таким образом, мы наверняка найдём ещё множество подводных городов, монументов, статуй и кораблей, а также диковинных животных, живущих в самых потаённых глубинах океана. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. А канал Хаббл тем временем подготовит для вас новое видео на умопомрачительно интересную тему. Субтитры подогнал «Симон»!